АПЛОДИСМЕНТЫ Жена, отдай цветы и подарок. Юля, отдай. Значит, что я хочу сказать, Малышка, здравствуй. Я ему всю жизнь завидую. Он старше меня. Но не было случая, чтобы... Чтобы женщины на него не оглядывались. Вот я знаю, что со спины-то я выгляжу лучше, чем он. Но на меня никто не смотрит. А на Бориса все оглядываются. Боря, что я хочу тебе сказать? Самое главное его качество. Он умеет дружить. Он очень искренний, честный, порядочный человек. Как за стариков он болеет, это мало кто знает. Я знаю. Мы с ним проколесили почти по всей России. С какими-то творческими там встречами и прочее, прочее. Он гражданин. Но как на него смотрят женщины? Вот это меня мучает и пугает. И вы знаете, юмкие девушки. Боря, у тебя, конечно, юбилей. Юбилей это, ну что это, тире. В азбуке морсе. Я не ревную, но зависть берет, зависть берет. Я хочу, чтобы ты дожил до ста лет и умер не своей смертью. Чтобы тебя застрелили. И чтобы застрелил тебя молодой человек, ревнуя к своей юной подруге. Я его очень люблю. И знаете, он очень любит поэзию. Он ее чувствует, он ею дышит. Вот вы знаете, говорят, Миша Казаков хорошо читал. Стихи Сергея Юрьевич Юрский. Но как Борька читает, ну, я не знаю. Это я хочу сказать как поэт. Боря, если что-то с тобой случится, Пусть не думает, что случайно. Просто к небу умчишься птицей От отчаяния и молчания. Два замечательных мастера Советской и Российской кинорежиссуры Валерий Иванович Усков И Владимир Аркадьевич Краснопольский Браво! Майор, вы не вазьтесь, я хочу. Да нет, я боюсь. Расскажи мне на польске, я тебя буду готовить. И важно, я люблю вас. Скажу, сколько тебе еще. Владимир Аркадьевич, это здесь. Кто хочет, может, посмотрите. Ну, что, друзья мои, коль я вышел первым, Я вас не задержу. Вы знаете, какая вещь. Нельзя было, если бы он был очень занят. И у нас, вновь, были масса дел. И кодсовет, и там запуск новой картины. И все-таки мы должны прийти. Нельзя было не прийти к этому человеку. Когда человек попадает редкой душевной теплотой, Порядочностью. Он много у нас снимался в наших фильмах. И всегда это было удовольствие работать с ним. Это вот, бывают такие суперчестные люди. Суперпорядочные, это он. И я в связи с этим хочу, чтобы не затягивать ваше внимание, рассказать очень короткую историю, что я рассказал Роман Быков. История эта никогда в жизни с ним не повторится. Это была такая история. На лент-фильме Роман Быков снимался в первой своей картине шинель. И был абтракт, перерыв. И там на втором этаже Гривоборное, а через проспект, по-моему, Киевский, длинный магазин. И возникла идея выпить. И, конечно, Роман Быков, я как молодой, это моя первая была картина, я как молодой актер, взял шинельку, одел и пошел в магазин. И тут, тут, рядом, около входа сидел Черкасов, он поделил свои ноги, как шлагбаум, сказал, стой, за водкой пойдет вот он, показал кому-то одного артиста. Я говорю, почему? Потому что он актер говно, а ты еще неизвестный. Какая вещь. Никогда в жизни никто не смеет послать Бориса Тимичева с за водкой. Он действительно большой актер. Он так и так начал. И доказательства душевной теплоты были вот сегодня. Поступали здесь масса прекрасных людей. А в конце был Игин, был показок черный. Это были наши кинематографисты, это были теплые, душевные люди. И мы пришли, и вот я от лица Володи Краснобольску и себя поздравляю тебя с этой большой датой. Мы с ним в восторге, что ты в хорошей форме. Ты в хорошей форме. У нас, нам тоже будет где-то месяца через 3-4-5 по 80 лет и боимся, что мы не сможем так выглядеть, как ты. Понимаешь? Молодец. Молодец. Я буквально два слова не могу не сказать сейчас. Начинаем снимать русско-украинскую картину. Как всегда, значит, четкое деление есть. Кто будет оператор, кто будет режиссер, кто будет свидетельств и так далее, чтобы было все хорошее. И было сказано так, что такое количество будет украинских актеров и такое московских актеров, русских актеров. И вот я хочу рассказать историю, что постепенно идут съемки и мы находились на новую сюжетную линию, где должен быть представитель первого отъезда нашей интеллигенции в 2018 году за границу. И вот возник образ. Ну, по себе, так сказать, подсчетом должен украинский актер. Долго очень смотрели и пришли к единому времени, ничто нет. Нет, это должен быть сыграть другой актер. Нет, кого хотите, берите. Вы режиссеры, вы должны сделать, чтобы переиграл украинский актер хорошо, так, как надо. Я сказал, я должен выбрать московский актер. Московский актер русский, московский актер. И там кто-то, ну, это, конечно, он поторопился из числа Худсовета, большой, наверное, Худсовета, сказал, ну, а кого вы предлагаете? Бориса Петровича Ильича. Ах, как же мы о нем забыли? Конечно, он. Вот так относится везде. Я думаю, что так бы отнеслись к нему. И во Франции, если мы его предложили, потому что он великолепно совершенно в лице меняется. Его могли даже, по-моему, по-моему, с легкой операцией его в Вьетнамце будут сыграть. Это точно. Вот, Боренька, ты, тот человек, а тебе сегодня сказали такие слова, теплые, высокие, добавить ничего не могу. Кроме того, что, как сказал один, один юморист, по-моему, это был Аркаша Ни. По-моему, он, он как-то сказал, и я запомнил эту фразу. Это прекрасный парень, который умеет не только постоять за себя, но и полежать за других. Это еще один подарок от Гена Фонда. Специально подготовленный. И дело в том, что все сегодня, вы увидитесь, потому что все сегодня поют то, что приготовили специально. Вы сейчас поймете, почему. Давай, Саша. Дорогой Боречка, я с тобой знаком ровно, так, как в Одессе говорят, 50 лет без одного. И встреча наша произошла в театральной библиотеке, ты помнишь, мы там занимались. Правда, девушки в основном смотрели только на бой. Честно говоря, мы вот с Владимиром, моим другом, подготовили одну арию для тебя, но даже после того, как мы увидели замечательную сцену встречи Татьяны, Василий Дорогой, и тебя, я решил это не петь. Поэтому, имея твой темперамент, твой удивительный глаз, ты в свои 80 лет умеешь так смотреть на женщин. Я прав? Умеешь замечательно. Поэтому, давай, Володя, спадем. ПЕСНЯ 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 Я о тебя достану, я о тебя учу. Ты подрожишь с нами, отранишь, как ты. Полынью с конями к черту победим. Субтитры создавал DimaTorzok Борис Петрович, вернее, я имел счастье быть постановленным. Постоянным соседом Бориса Петровича во всех фестивалях Детектив Клуба. И Борис Петрович говорит, да ладно, если не хватает на местных миру, Бог бы с ним Андрюха потерпит. И, вы знаете, дело в том, что, действительно, я помню, как-то ночью крадусь и более аккуратно проходил в следующую комнату молчком. Сразу вспомнилось, соседи с ним подумали, что у меня обладает свечная жизнь, а я всего-навсего купил стакал. Дело в том, что я сейчас хотел спеть песню, которая действительно отражает всю суть тебя как артиста. Вначале родился человек, потом из него, знаете, как из гусеницы, бабушки, кукол, а потом то, что потом уже никогда не скорее. Это было написано на французском. Я начну. У тебя одну букв, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ! 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 Кровей улетал в русле на дыше тихонькость. Раз пчела в тёплый день, Это человек свой пчелиный покинет фронт, Полететь, цветы искать и мектар собирать. А внизу по проливу стой, За ней гусеница с постой, Всё пальцами пустынь в свой взор, Но в чём ей простой. И от страсти сгорая она Со слезами сказала, Я люблю тебя в чём, ответь, Как с тобой в тень. И вздыхая всё мог, Тот гусеница вслезала, Она до неё жёстче начала, Пока всегда навесела. И гусеница, не склянувшись днём, Заснула неспокойным сном, А пробудившись ото сна, Она ухалочка. Утром сердце своё очки, Этой мамочке отдала, И от страсти с тканью И гусеница, не отбежавшись И гусеница, не отбежавшись И гусеница с днём, По лугам, по тарям и садам, Альфаи летают ароматом генявых цветов. Жизнь полагается в мир. Эту басню я вам пропил, каждый помнил сам, как сумел. И зачем повторять вам, что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ